Правительство России планирует сократить сроки беременности с 9 до 5 месяцев, но не сразу, а постепенно, на 1 месяц в год, будут сокращать те сроки до 2022-го. Конечно, это шутка, господа, но в сетях она появилась не просто так. Наши власти такое количество идиотских инициатив выдвинули, что и подобная идея чиновников вполне могла бы прокатить. Вряд ли кто-то бы удивился, а вот теперь серьезно. На выборах в Армении партия власти, есть там такая республика, республиканская с треском, пролетела мимо тамошнего национального собрания, ну это что-то вроде нашей Госдумы, с конца 90-х та партия, как и их российское реальных дел, отжимала в парламенте страны подавляющее большинство депутатских кресел, а после того, как национального лидера Сарксяна выпнули под зад, не смогла и 5% барьера преодолеть. Вот вам реальный пример, ребят, всех этих дутых рейтингов постсоветских партий власти. Коррупция, вранье и лицемерие, это все, что у них есть. Очень хочется надеяться, что нынешние члены данной лживой политической структуры, я сейчас проармян, не полезут в другие партии, как бывшие представители КПСС в РФ, сперва в наш дом России рванули, потом в единство и в отечество, после в единой России окопались политическая проституция, это называется на самом деле, но у нас политики такому явлению другое название придумали. Патриотизм, начинаем. Минутка юмора в реальной журналистике, вот эту вот фотографию видите, это, ребят, Воронеж, дом номер 130 на улице 9 января. Там на балконы надели оранжевые чехлы, чтобы отваливающиеся кирпичи не падали на голову прохожим, я, если честно, даже не уверен был, что прочитаю вот это на камеру с первого раза, обалдеть. Мы с вами платим за капитальный ремонт уже много лет, попробуй не заплати пене, санкции сразу какие-то включатся, короче, устанешь штраф и платите по инстанциям бегать, доказывая, что ты не верблюд, а вот так вот этот капитальный ремонт выглядит. «Приехали, чехлы повесили, гуляй, рванина». Слушайте, ну вот уже зла не хватает, ей-богу. Почему наши власти нас скотом-то считают, жители Воронежа? Вот этого конкретного дома номер 130 на 9 января вы обязательно проголосуете на следующих выборах за губернатора Гусева и за партию президента, тоже не забудьте галочку поставить. Глядишь, вам не только чехлы на балконы, вам еще повязки на глаза организуют, чтобы вы всего этого позорища не видели, а еще лучше вообще на выборы не ходите, бойкотируйте их, пусть Гусев сам себя изберет, да и братве его из ЕР конкуренция на участках не нужна. Итак, выборы в самом разгаре. Жаль, что пенсионеры об этом не знают, поскольку редко бывают в центре и билбордов не замечают. Тем более, что на предвыборную агитацию в Воронеже пока потратились только представители Единой России, Коммунистической партии Российской Федерации и представители ЛДПР. Когда кандидаты начали в отчаянии заявлять, что сходят с дистанции на сайте Единой России, нет, вы оцените вот эту иронию, на сайте Единой России, не на сайте правительства Воронежской области, а на сайте одной из политических партий, появилось объявление о том, что у кандидатов есть таки возможность собрать подписи, чтобы пройти через тот самый муниципальный фильтр. Свежая новость из российского парламента. Запись типа «п***» в соцсетях может стать поводом для обвинения в экстремизме. В Госдуму внесен законопроект, предполагающий арест авторов подобных публикаций с формулировкой «явное неуважение к государству». Идейными вдохновителями законодательной инициативы выступили депутаты Нижней палаты Вяткин, Иса, Феда, Клишас или Клишас, а также народная избранница Бокова. Самый мягкий вариант наказания для преступников подобного рода бандитов, злодеев. Это штраф в размере от 1000 до 5000 рублей, а вообще 15 суток. Я бы еще добавил сердце такому мерзавцу, вырвать нужно. Вот есть регион Хакасия. Там выбрали, значит, губернатором дебила. Причем всем понятно, что он дебил, это никого не интересует. Он открытый дебил, такой совершенно манифестированный. Юрист местной коммунистической газетки в Хакасии. А если отбросить шутки в сторону, господа, а при чем тут неуважение к государству? Я вот за Владимира Владимировича не голосовал. Это не мой президент, но его кто-то выбрал главой нашей страны. Я уверен, достаточно того, что я у себя в эфире не позволяю себе хамских выпадов в сторону этого чиновника. Но это не означает, что я не вправе его критиковать. К тому же, я просто догадываюсь, как будет данный закон, если его примут. Будет работать данный закон, если его примут. Сегодня мы говорим о фразе... Завтра любое негативное высказывание в сторону главного станет поводом для преследования гражданина. Такое уже было. Они принимают специальный закон, что если вы назовете губернатора единороса дебилом, вас спасает на 15 суток. А вот такой вот вечно полупьяный хмырь из компании «Роснефть», живущий за счет наших денег, ну, конечно, он может избранного губернатора коммунизма сказать, то это, как он говорит, дебил. Это откровенный дебил. Ну и там бла-бла-бла-бла-бла дальше, потому что знает, что ни с чего ему за это не будет. Хочу также напомнить, что конституционный строй Российской Федерации – демократия, то есть власть народа. А это значит, что только оскорбление народа может быть расценено как явное неуважение к государству. Путин тут причем вообще, бог с ним, не Путин, любой другой высший чиновник. Если кто-то забыл, самодержавие в нашей стране закончилось 101 год назад. Монополией одной партии 27 лет назад. Президент сегодня – это слуга того самого народа. Не больше ни царь, ни князь, ни бог и ни генсек. Просто слуга народа, которого этот народ нанял поруководить России на определенный промежуток времени. Господа сектанты, хватит нам навязывать мессию вами придуманного. Хотите целовать следы за кем-то на песке – идите в Свидетели Иеговы, в церковь имени Бабы Ванги, куда угодно. К там только не лезьте со своей шизой. Ну, я же не навязываю вам какие-нибудь фильмы, которые мне нравятся, женщин, которые мне нравятся. Или что, если мне нравятся брюнетки, давайте всех блондинок заколбасим. И рыжих туда же, в Баби Яр, ага. Это реальная журналистика, просто хватит быть ведомыми, поехали. В Зеленоград вас приглашаю, ребята, это почти Москва, москвичи меня поймут. А в этом городе в минувшие выходные прошел съезд ветеранов Великой Отечественной войны. А вот теперь я хочу вам показать этих ветеранов. Видео прислал зритель, спасибо ему большое, внимание на экран, господа ветераны, блин. Вы никто, вы изнезложенный, вы в прошлом, запомните, он в прошлом. За что скажите, тогда он уехал? У нас сегодня один вопрос. Мы не обсуждаем марки на сегодня. Мы сегодня выбираем председателя районного совета ветеранов. Всю информацию, уважаемые наши члены районного... Ну тут даже комментировать ничего особо не нужно. Вот это и есть ветераны войны, которым вообще-то лет 55-60 от силы, вы это видите, да? А ничего, что война почти 74 года назад закончилась. Можете себе представить цинизм вот этих вот клоунов, а я их не могу назвать по-другому. У меня дед воевал. Как я могу примазываться к победе, которую одержал не я, а мой дед? Это его победа, я тут вообще ни при чем. А эти скоморохи назначили себя ветеранами и что-то там под этим соусом пытаются для себя любимых пробить. Вот еще один. Еще раз повторяю, все претензии, которые были признаны... Ну и под занавес оптимистичные, опять из госдуры, депутаты предложили штрафовать россиян, которые заболели и не выздоравливают. Вернее, там не так немножко. Допустим, вы заболели и врач назначил вам курс лечения, прописал конкретные таблетки и диеты, а вы все это дело не соблюдаете. Врач написал, что вам нужны лекарства, которые стоят, например, 5000 рублей, а вы покупаете более дешевые аналоги. Непорядок. Доктор сказал, нужна фруктовая диета, натуральные соки и мясо, белая рыба, а ты, подлец, макарошки в пищу употребляешь, не до колбасу и не до сыра из пятерочки. Снять с него шкуру, точнее, штрафовать, чтобы другим не повадно было. Блин, вот вы знаете, я иной раз даже не знаю, как реагировать на некоторые инициативы российских народных слуг. Им бы правда провериться у психиатра-то, а. Вот уж воистину, если не хватает хлеба, пусть едят пирожные, да. Ладно, все, закругляться пора. И это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее прямо надо мной. Полезного и интересного больше. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Ремонт автопечек, да, это? Да, да. Брат, у меня что-то в машине я мерзну. Какая машина? Печка, она плохо греет, или что, не знаю. ВАЗ-2101. ВАЗ-2101? Да. Мимо или? Нет, Порш. Порш? Да. Брат, ты мне скажи одно, а может быть то, что мне холодно, потому что лобового стекла нет?